Воскресенье Мы сегодня поговорим касается перекрестка улиц Карамайской и улиц Академики Англии и ремонт и работа светофорного объекта Суть в будущем по работе светофорного объекта касается того Они готовы взять на себя все расходы по эксплуатации светофора Наша с вами задача обеспечить подключение Уже все подключено Что нужно? Почему данные не можем включить? Смотрите, у них есть программа Они сейчас поставили на программу которая вбегающуюся в желтый цвет Они должны открыть запустить программу и светофор будет работать Согласно тех пор, которые будут выглядеть они со своей стороны сделают Мы еще в прошлом году все подключили и светофор то есть вопросов по электроснабжению в данном объекта В чем проблема? Почему мы не включаем? Вопросы по организации движения отсутствует размин скопления отсутствуют знаки в стол сегодня они обещали их повесить как только они нарисуют Это они не могут сделать в течение уже месяца Погода была нормальная Почему? Почему они не нарисовали? Почему они мне нарисовали, непонятно? Нарисовали вопрос. Ну, коллеги, ну а мы-то чего здесь тогда? Мы-то почему тогда не принимаем никаких мер? У нас два года жители, мы просверлили уже, мне просверлили дырку уже здесь. На всех встречах задают мне вопрос. Вы же присутствуете на встречах. На всех встречах мне задают вопрос о том, что почему не включен светофор, почему не включен светофор. А у нас оказывается, мы сейчас кому расскажем, что у нас, извините, за одной какой-то линией два года не работает светофор? РДУ-8 на баланс не принял. Вы меня услышали, что РДУ-8 говорит, мы закроем глаза, мы все сделаем, мы готовы включить, готовы оплачивать. Они даже говорят, мы заключим. Кому там? Здесь у меня лёгкость запишется. Тем более, коллеги, ну вы меня вообще убиваете. Тогда вопрос-то в чем? Какой вам баланс? Вам зачем нужен баланс? Вас это как касается? Пока они, говорят, мы пока внутренним на баланс нечего. Это кто он такой сказал? РДУ-8 на баланс? Нет, уже готово. А вы меня услышали или нет? Я в субботу с ними встречался. Они мне, Дмитриев, стоя рядом со мной на перекрёстке, вот возле неё стояли мы. Он мне лично сказал, Александр Александрович, решите вопрос о подключении. Я ведь не предполагал, что у нас оказывается друг с подключением. Он включен год назад. Вы же мне не докладываете. Вы же мне не докладываете, что он включен год назад. Мы всем рассказываем, что надо договориться с Мособлэнерго, что подключи. Я всем рассказываю. Понимаете? Я в твёрдой уверенности, что у нас вся проблема в том, что мы не можем подключить Мособлэнерго. Вся проблема в том, что мы не стоим на балансе Мособлэнерго. Вячеслав Владимирович, ну это что у нас за работа такая? У нас получается, что мы вообще не понимаем, что происходит. Значит, сколько нужно времени, чтобы нанести полосы и доключить? Сколько нужно вам времени? Сколько? Значит, вот за выходные, за эти выходные должно быть всё нанесено. Записывайте, Юля, в протокол. Если не нанесёте, значит, премьер меры тогда к вам. Значит, вызывайте сюда Мазаева, РДУ-8. Сами берите кисти, краской рисуйте. Как угодно. Подрядчики, на самом деле, работают. Конечно работают. Конечно работают. Значит, в понедельник мы должны включить светофор. В числофоне мы должны задать всё. Понятно. Тем более, что всё у нас... Все говорят да, а в итоге не подключаем. Это что за... Я понимаю, что там проблемы ещё есть по перекрёстку. Это другая задача, дорогая песня вообще. Но здесь ты чего? Значит, записывайте, Юля, чтобы в понедельник был светофор включён. Не включите, значит, премьер меры административного характера. Второй вопрос. Значит, ремонт ливневой канализации. Значит, мы вышли, посмотрели. Значит, ту трубу, которую они заменили в прошлом году. В прошлом году они заменили, правильно? В этом весной. В весной, конечно. Ту трубу, которую мы заменили, сегодня она практически вся заимилась. Опять. Значит, её надо... А. Её надо чистить. Б. Надо чистить под ходы все. К ней головки надо решать, ставите головки или не ставите головки. И самое основное, значит, у нас вопрос первое. Вот это ваш магазин, да, стран материала справа, слева, чей-то? ИП... ИП... Не ваша доска? ИП-Земиленко. Ладно, нет. Через дорогу, где стоят, так вот это не может. Чей-то? ИП-Земиленко. А почему вы не проживаете? Мы вчера предпрождаем, я написал, что тут... Значит, предписание ИП-Земиленко, управляйте внимание, предписание ИП-Земиленко, значит, я понял, понял, значит, выписываете предписание о том, что они должны, значит, согласовать выезд, который они сделали, бетонный выезд, на Увольцевой Демидиаду, Мософтодором и СГАИ. Значит, у них согласовано все, значит, по полной программе их, значит, тогда принимать не меры. Если он, а, ничего не сделал, самого ли все сделал, и еще и игнорирует совещание у главы, значит, давайте по полной программе вот наши коллеги одной нам помогут в этом плане. Вы можете, что посмотрел документы, участок у них не оподострирует. Значит, еще раз повторяю, значит, вот МОЗ-Автодор, пускай, РДУ им претензии. Претензии предъявляет и ГАИ, и ВДД по полной программе. Да я понял, что мне. Значит, пишите им предписание, значит, и попросите с коллегами, пускай тоже я вам выпишу предписание. То, что у них незаконно оборудован выезд. Если люди не понимают. Вызываю, если все. Ну, я не опадку. Значит, вы меня услышали, да, Вячеслав Пунин? Да, конечно. Хорошо. Теперь у вас выезд возле вашего магазина, там, сферматериаловый выезд. Маленький. Маленький, да. Ну, не здесь, не въезд центральный, который... Центральный у нас с автодором, со всеми... А, вот выезд от... На Теоромайской, как там? Нет, на Янгеле выезд у вас. На Янгеле выезд, вот возле хозяйственного магазина. Маленький. Да. Вы видели, что там происходит? Ну, пока нет. Ну, посмотрите, там у вас... Там все... Я как-то вчера ночью прилетел, я посмотрю, что там... Вот, посмотрите, значит, там у вас... Он у вас тоже не согласован с кем? У меня согласован выезд, который идет вот на Барфилово, это 100%. Нет, ну, это на Рашкурец на Киромайской. Да, а то я не могу сейчас сказать. Я посмотрю. Значит, выясняйте то же самое. Выясняйте. Значит, если выезд не оборудован, значит, надо согласовывать. Ну, мы делали с кем-то, который пока у нас есть. Барфилово с архитектором Джимой Александровной. Это когда она была. Я посмотрю. Просто так мы сами сделать не смогли. Я на всякий случай, что я это выясню и вам покажу. Мне не надо. Хорошо. Ну, пожалуйста, посмотрите, Вячеслав Владимирович, выясните. Значит, давайте, давайте, не будем долго говорить. Значит, нужно уточниться, если у вас это не узаконено, значит, узаканивать. Второе, посмотрите, у вас там все полностью заебилось. У вас там стоит вода. Сюда не входит, оттуда не выходит. Значит, надо канал вокруг вас, вокруг себя, ее прочистили. Ее прочистили. Это не наш канал, это не наш канал, прочистили. Вот, а канал, как он. Он прочистили. Вот сам вот этот. Вы же его оборудовали. Да, но канал, значит, не было никакой. Это уже дорожники. Значит, дорожники вызывать сюда. И, значит, вот все вопросы эти разобрать. Значит, вам, если у вас не узаконено, значит, принимайте меры, узаканивайте, согласовывайтесь с ГИБДД, значит, согласовывайте с дорожниками все эти выезды. Тем более, это выезды, они должны быть знаками оборудованы, правильно? Поступи дорогу и так далее. Вот. У вас этого нету. А что такой маленький вопрос? В том году 4 дорожники это погано. У меня была такая красивая там площадка. Ну, есть, травка, все мы каждый раз делаем. И они вот эту всю кашу, всю грязь, и хотя бы вывозили, что ли, они все вот на эту мне траву. Это же ужас. Потом я все это убирала. Ну, разве как можно? Так, хорошо. Значит, понятно, понятно. Ну, мы живем тут. Вы знаете, где мы живем? Да, да, да. Ну, поэтому давайте, значит, все понятно. Вам задача понятна? Значит, Юслав Владимирович, значит, здесь, по вашей ситуации, значит, у вас есть неделя для того, чтобы закрыть все вопросы. Значит, если у вас ничего не оформлено, значит, пишите гарантийное письмо нам сюда. Во-первых, канал свою эту трубу прочищаете. Это даже не обсуждается в течение недели все. А так пишите гарантийное письмо, что в течение такого-то времени вы проведете все работы по оформлению, значит, этого выезда. И еще раз повторяю, коллеги из полиции нам подтвердят, что любой выезд, он должен оборудован знаками. Если у вас он не оборудован, значит, он у вас незаконный. Все понятно, да? Значит, что касается, значит, вопроса по благоустройству пешеходного перехода. Значит, все, что касается подход к остановке, там, брусчатка выложена, это все делали вот эти ребята, как они называются? А? Это не МСК делали, это ребята, которые стройматериалы вот эти вот делали, брусчатку выкладывали. Тротуар в Костановске, который... Нет. К Казимиру так? Да, и К Казимир. Значит, выясните, кто это делал, тротуар это кто делал. МСК говорит, что это не мы делали. К Казимире. Да, значит, выясните то же самое. И надо, значит, полностью тротуар это... Мы говорим про въезд в улице Академика Янгеля. Да, и там у нас у них брусчатка проложена. Это делал не МСК. Выясните, кто это делал. И, значит, надо, значит, первое, после того, как будет узаконено или снесен этот выезд, значит, нужно принимать меры, чтобы там тротуар был нормальный, чтобы люди могли подходить со стороны улицы Перамайской, подходить к этой остановке. Напишем тоже нам письмо, чтобы вы его законили вместе, чем 10 дней, и вы прислали гарантийное письмо, в течение... Значит, вот с коллегами из ГАИ и БДД выясняйте, если это не законно, предписание им, и в предписании вводят на припосновленные сроки. Правильно? Один суть. Вот, пускай они согласовывают с ГАИ и БДД. Понятно. Значит, все остальное, там, четвертый вопрос, который мы говорили, это надо с РДО 8 обсуждать, здесь это не касается и людей, которые мы здесь присутствуем. Поэтому, значит, понятно, все и разописали. Протокол, там, готовить сегодня, и мне на подпись. Вопросы, Толик, какие? Вопросы, Толик, какие? Эти 200 тысяч, которые на втором измерке, будут важны в экономическом состоянии. В конца месяца должно состояться. 27-го у нас должно быть сделано, иначе мы получим подписание Цепова. Чёрт везло в правильной гейсфотографии со всем всего района. Там генерал у нас жёсткий чёрт. Ну ладно, ты наденешься. Значит, определитесь, переговорите и решите этот вопрос напротив школ. Всё остальное пускай, а напротив школ должно быть сделано. Третья, вторая, вторая. Возле второй школы пешкодный переговор. Возле второй школы пешкодный переговор. Третья, вторая школа пешкодный переговор. Ну, со стадов там пороще. Им-то какая разница, областная дорога или региональная, или муниципальная. Им важно, чтобы напротив каждой школы был оборудован пешеходный переход. Это нам, мы из каких источников финансируем, или из того, или из того. А для представителей ГИБДТ им по барабану какая тут дорога будет. Мы должны обеспечить, мы должны обеспечить. Не обеспечили, значит, предписание получено полной программы. Значит, хорошо. Вячеслав Владимирович, взаимодействуйте. Так, еще вопросы какие-либо. Есть? Слава Владимирович, если есть вопросы, обсуждайте еще. Все, все. Да нет, мы все решили, в принципе, на массу. Продолжение следует...